здравствуйте товарищи святая имперская инквизиция что это такое какие ее задачи и на какие группы она делится давайте разбираться для начала я поведаю вам о том как образовалась инквизиция есть много версий о том как она сформировалась и кто ее образовал первое самое популярное заключается в том что император поручил молкадору сегелиту собрать несколько десятков людей которые будут бороться с хаосом которых нельзя будет подкупить совратить или отправить на сторону противника теми или иными способами вторая версия рассказывается в книгах цикла пришествия зверя о том что основателем инквизиции было три человека кто они такие точно неизвестно мы знаем лишь имя одного из них это кирилл зиндерман главный итератор 63 экспедиция великого крестового похода для непосвященных это главный проповедник имперской истины на главном флоте лунных волков легиона самого архипредателя хоруса а в тот момент пока еще первого среди примархов хоруса луперкали но это не точно так как есть много противоречий и указаний на немножечко недостоверность этих рассказов но тем не менее мы хоть что-то знаем инквизиция сама из себя представляет неоднородную массу каждый инквизитор какой бы должность он не занимал обладает значительными возможностями инквизитор может взять под управление космический флот полки имперской гвардии и даже взять под командование целый орден космического десанта а иногда взять всю полноту власти над миром человечества инквизитор может санкционировать уничтожение той или иной планеты если уровень заражения или ереси превысил все мыслимые и немыслимые пороги эта процедура называется экстерминатус но тем не менее какие-то инквизиторы придерживаются более стандартных методов а какие-то менее стандарт давайте разбираться и поговорим какие фракции существуют святой имперской инквизиции первая фракция это куритами фракция инквизиции которая действует обычными разрешенными методами пытается работать в условиях имперских законов и доктрин как правило приверженцы этой фракции молодые инквизиторы но в ряды пуритан входят не только юные инквизиторы эта фракция не единая как и вся инквизиция и делится на три подфракции торианцы амалотиане и моно доминанты торианцы во времена кровавого правления верховного лорда терры бога вандира появился некто себастиан тор молодой проповедник который стал обвинять бога вандира в ересь и в несоблюдении пути что выбрал для человечества император все завершилось хорошо и гуг вандир был свергнут и казнен но многие видели в торе аватара бога императора который очередной раз спас человечество от гибели и по мнению инквизиторов из этой фракции это был далеко не первый случай торианцы верят что рано или поздно бог император воскреснет и начнет новый великий крестовый поход а сейчас необходимо понимать волю бога императора и найти новый сосуд для воскрешения императора человечества есть и подкласс этой фракции которая считает что ни один человек не способен стать вместилищем души бога императора а инквизиторы с прочими взглядами пытаются воскресить не императора какую-то другую сущность поэтому эта группа инквизиторов нацелена на уничтожение так называемых божественных сосудов инквизиторы тарианцы предпочитает собирать себе свиту из служащих адептус арбайтес иногда можно найти такого инквизитора и священника псайкера но не стоит забывать и про различных представителей адепта сароритес но у торианцев имеется тайна которую они предпочитают молчать она заключается в одном предсказании святого себастьяна тора что когда удастся воскресить бога императора то возможно он не будет светом а будет являться представителем тьмы и тогда начнется очередной темнейший час в истории империума монодоминанты считает что император выбрал человечество для выполнения особой святой цели господствовать в галактике поэтому все прочие расы культы еретики любая угроза доминирования должна быть уничтожена а вера в бога императора непоколебима амалатиани название фракции берет свое название от конклава у горы амалат на планете гаталамор там 800 магистров космического десанта вновь пристегнули на верность богу императору а лорд салар махариус начал свой знаменитый поход инквизиторы этой фракции считает что дела в империумы идут хорошо и все так как хотел бог император села в единстве своего рода девиз этой части инквизиции но вот когда дел доходит до метода людей зачастую применяется псайкеры колдовство варпа используют еретиков и мутантов главное чтобы за этим не стоял хаос также представители этой фракции часто сотрудничать с другими организациями империума человечества если куритане это довольно таки законопослушные товарищи в инквизиции то радикалы это полная противоположность они считают что нет таких методов которыми можно было бы поступиться ради достижения победы над любым противником в первую очередь над хаосом как говорится в трилогии инквизитор эйзен хорн под авторством дэна абнета радикализм для инквизиторов неизбежен все зависит от того в какой степени он находится в рамках когда еще человека можно назвать служителем трона и то когда он зашел за черту деятельность инквизитора квиксиса является конкретным примером ну что ж давайте разбираться под фракциях радикал первое это хорусианцы считает что хорус был прав пытаясь использовать хаос в своих целях вот только не нужно было становиться его рабом хорус это израсходованный шанс для достижения главенства человечества в галактике заявляют инквизиторы данных взглядов софиты по их мнению хаос это всего лишь орудие и все зависит от того как его используем поэтому инквизиторы этой фракции пытается победить хаос хаосом по их мнению это не ересь о продолжении использования таких инструментов как библиарий космического десанта навигатор астропаты и вар путешествия инквизиторы ксанфиты широко используют псайкеров и практикуют оккультные запретные знания реконгрегаторы считает что империум это государство которое вот-вот падет так как полностью прогнило примеру из-за большой коррупции чтобы спасти империум человечества следует от просить свои закостенелые принципы которые сковывают государство людей и тянет его на дно такие инквизиторы работают тайна меня лидеров консерваторов на более вольнодумающих эта фракция напрямую сталкивается с инквизиторами амалатианами из-за своих методов часто в их свете можно найти ассасинов или представителей культов смерти истванцы инквизиторы этой фракции считают что развитие человечества остановилось и из-за этого государство людей может сгинуть империум меняет этот вектор пагубного развития на правильные рельсы только тогда когда государство людей сотрясается из-за крупных конфликтов по итогам которых он лишь усиливается эта фракция инквизиции получил свое название из-за ужасной бойни на иства они 3 что положило начало великой гражданской войне под названием ересь коруса иства они поддерживают действия себастьяна тора по реформации империума после кровавого управления гога вандира поэтому эти инквизиторы стимулируют начало различных конфликтов вплоть до самых глобальных ассасины ветераны отчаявшиеся люди это материал для свита инквизиторов из данной фракции фенониты придерживаются взглядов что можно успешно скрещивать ужасные плоды научных исследований достижений с еретической магией что сопровождается изучением еретических знаний и артефактов представитель данной фракции признаны радикалами даже среди радикалов поэтому они были объявлены еретиками и преследуются инквизиции но уничтожили далеко не всех из-за всего этого эти инквизиторы держатся в тени и не раскрывает истинные личности используя ложь и лицемерие как оружие но это деление инквизиции по их взглядом но также есть деление инквизиции по задачам и целям на которых они сосредоточены такие объединения называются ордосы подразделения инквизиции выполняющие определенную задачу есть два вида крупных ордосов ордо майорис и ордо минорис Отличается лишь, как правило, количеством или задачей. Ордо Майорис – это крупные подразделения и самые влиятельные, а Ордо Минорис – более меньшее образование, которое сосредоточено на выполнение конкретной задачи. Говорим кратко о каждом Ордо. Начнем с Ордо Майорис. Он делится на три вида. Ордо Майорис – это демоноборцы, которые целенаправленно сражаются с демоническим вторжением, влиянием хаоса и имеют многие знания для изгнания этих тварей в их реальность, а иногда и уничтожение. Более того, в экстренных ситуациях Ордо Майорис может призвать на службу и специальный орден космического десанта под названием Серый Рыцарь, который был создан по приказу самого бога Императора после Ереси Хоруса. До сих пор точно неизвестен генный материал этого ордена, но косвенные улики показывают на то, что генный материал был предоставлен самим богом Императором. Все Серые Рыцари – это псайкеры, и ни один из них за всю историю ордена не предавал. Ордо Малиус является самой старой ордо в Инквизиции, так как был основан самым первым. Об этом также упоминается в книгах серии «Пришествие зверя». Ордо Ксенос – вторая палата Инквизиции Ордо Майорис, которая сосредоточена на ксеноугрозе, на уничтожении любых ксеносов, которые представляют угрозу для Империума Человечества. Формально Ордо Ксенос появился во времена глобального конфликта людей и орков под названием «Война зверя». В тот же момент была собрана и боевая палата этой организации Инквизиции под названием «Караул Смерти». В отличие от Серых Рыцарей, «Караул Смерти» состоит из представителей различных орденов космического десанта, которых командируют из их орденов, на то время, пока они необходимы Ордо Ксенос. Но известен такой факт, что либо умы этих космических десантников время от времени чистят путем стирания их воспоминаний, либо берут с них обет о молчании. Поэтому, возвращаясь в свои ордена, космодесантники, которые побывали в «Карауле Смерти», как правило, не разглашают тайны этой организации. Ордо Еретикус был образован после кровавого правления Гога Вандира в М-36. Этот ордо следит за всеми элементами предательства и ереси внутри самого Империума Человечества и пытается противостоять им. Как и любого другого крупного ордо, Еретикус располагает боевой палатой, а именно сестры битвы, боевое крыло Адепта Сороритас. Они также ограничены по тысяче сестер битв в ордене наподобие деления на ордена, как и у Адептес Астартес. Теперь же пришло время поговорить о более малых ордосах. Это ордо Минолис. О каких-то что-то слышно, каких-то вообще ничто неизвестно, но я постараюсь назвать их все. В первую очередь это ордо Эггис. Следит за Кадианскими вратами, все ли с ними хорошо, что там происходит. И в первую очередь, когда и сколько сил Хаоса ударяют по Кадианским вратам. Ордо Астартес – малый ордо Инквизицы, который следит за действиями космического десанта. Ордо Сенаторум наблюдает за действиями Сенаторума Империалиса, главного сословно-представительного органа в Империуме Человечества. Ордо Барбарус следит за жизнью доиндустриальных миров. Ордо Дегалатус занимается неизвестными делами. Ордо Хронус следит за временными исчислениями и временными искажениями, а также инцидентами, связанные с прыжками во времени. Но в один момент все члены этого орда исчезли. Ордо Кустодум находится на Святой Терре и следит, скорее всего, за стражами Бога Императора Адептус Кустодос. Ордо Экзориум следит за использованием экстерминатусов. Ордо Машинум в их поле ведения находятся небезызвестные Адептус Механикус. Ордо Милитарум следит, чтобы Имперская Гвардия работала как часы и не предавала. Ордо Некрос занимается тайными и неизвестными делами. Ордо Санкторум следит за тем, чтобы Экклезиархия не получала больших привилегий и не смогла привести коллапсу в Империуме по типу эпохи отступничества М-36. Ордо Скриптус следит не только за тем, как записывается и в каком ключе отражается история Империума, но и пытается раскрыть предпосылки, причины и как возникла Святая Имперская Инквизиция. Ордо Танатас занимается крайне неизвестными делами. Ордо Репульторум следует болезни. Ордо Сикариус следит за тем, чтобы Официас Ассинорум не был инструментом нестабильности в Империуме Человечества, как оно было до этого с помощью Экклезиархии и небезызвестного Гога Вандира. Ордо Вигилус смотрит за Ордо Некрос, Ордо Скрипторум храняет все имперские записи и переговоры, а вот Ордо Редактус пытается помешать коллегам из Ордо Криптус узнать подробности основания Имперской Инквизиции. Конечно, еще есть множество малых орденов, о которых мы просто не знаем. Какие-то образуются и устраняются по выполнению своих задач, а какие-то сгинули в пучине времени. Но все Ордо объединяет единая цель – борьба с ересью, предательством, уничтожением Ксеносов демоном и спасение душ людей от скверных хаоса. В Инквизиции, как правило, не Террархия, исключение это представитель Инквизиции в Совете Высших Лордов Терры. Да и то любой Инквизитор имеет право сжечь его как еретика. Пример – книга Криса Райта «Прогнивший трон». А звание Лорда Инквизитора – это всего лишь признание заслуги. Но при этом в трилогии Инквизитор Эйзинг Хор прослеживается слабая структура Инквизиции подсектора. Но это еще раз говорит о том, что структура Инквизиции либо имеет довольно формальный характер, либо ее нет так-таковой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи! Игорь Негода.